Хорошая работа всегда вознаграждается, а отличная вознаграждается вдвойне. О деятельности региональной пожарной лаборатории наш телеканал рассказывал в августе, как ее специалисты буквально из пепла воссоздают картину произошедшего и устанавливают истинную причину пожара. И вот настал момент, когда мастерство свое нужно было доказать. В конце сентября в Рязани прошел конкурс на лучшее судебное экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы Ивановская лаборатория под руководством майора внутренней службы Владимира Путятина по ЦФО заняла третье место. Для молодого руководителя такая бронза на вес золота. Может где-то общий показатель деятельности не был совсем высоким, потому что тоже лаборатория в зависимости от субъекта у всех разный штат. У нас 8 сотрудников вместе со мной занимаются экспертной деятельностью, всем проверками объектов. У кого-то это 15-16. Ну и соответственно объем выполненных работ уже другой становится. Это все оценивается. Представили ивановцы на конкурсе свою научную разработку. Клейкий стикер покрыт термохромным красителем. При нагревании он меняет свой цвет. Как это происходит наглядно, можно увидеть на примере стакана, наполненного кипятком. Предполагается, что стикер крепится к любому проводу. И таким нехитрым способом есть возможность отслеживать, нагревается он при работе электроприборов или нет. Многие люди оценили, кто в этом понимает комиссию. Предложили нам внедрить в сам штекер, вилку, уже в корпус, пластмассу. Чтобы не придумать наклейки, а каждая вилка, которая продается в магазине, имеет, например, стандартный белый цвет. Но в случае, если она начинает нагреваться, будет красный. На протяжении двух конкурсных дней честь Ивановской лаборатории защищал ее сотрудник, начальник сектора судебных экспертиз, капитан внутренней службы Дмитрий Калашников. По словам специалиста, самым непростым испытанием стала так называемая деловая игра – моделирование судебного заседания. Два эксперта, которые один выступал в качестве эксперта, защищал свое заключение, подготовленное на конкурс. Второй эксперт выступал в качестве адвоката, целью которого было найти замечание у эксперта в заключении и правильно и обоснованно указать на эти замечания и доказать, что данное заключение было выполнено не согласно методологии пожарно-технического эксперта. Дмитрий стал лучшим сотрудником испытательной пожарной лаборатории центрального региона. В Иваново он привез золотую медаль. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.